Субтитры делал DimaTorzok Итак, ребят, две цепочки. Цепочка для прохождения исключительно за реальные деньги, потому что вот эти вот снаряды, которые необходимы для открытия каждого из пунктов, вам могут быть доступны только при покупке голды в магазине игровом. Соответственно, будете вкладывать реальное бабло. Просто так пройти не получится. Нижняя цепочка для тех ребят, которые не хотят или не будут или не могут донатить. Ну и, соответственно, можно себе получить здесь халявки. Что почем, сейчас будем обсуждать. В отношении донатной. Ну, здесь, в принципе, все просто. По тому, что здесь предлагается, сами все видите. По большому счету, здесь есть 500 голды, но это смехотворно. Здесь есть один контейнер, собери их всем, что смешит еще сильнее. И здесь есть вот такой вот великолепный билет, который можно обменять на один из трех танчиков. В магазине танки еще не появились, но, исходя из описания билета, становится понятно, что обменять можно его будет на ВЗ-111, который, в принципе, стоит 5,5 тысяч голды, в лучшем случае. Титан 54Д, интересная тачка, но не прям уж таки. И Т-77. Лично я из этих трех танчиков себе выбрал бы на сегодняшний день Т-77. На второе место поставил бы Титана 54Д, ну, а ВЗ-111, если выпадет когда-нибудь из контейнера, то бог с ним, пусть стоит пылиться. А покупать его точно желания никакого не имею. Машина морально устарела абсолютно. Чего будет стоить вам вот этот билет? Ну, очень дорого. Рилл дорого. Я зашел в магазин, в раздел голды и посмотрел, что почем, сколько приблизительно снарядов надо для того, чтобы забрать. Я имею в виду, получая с этих наборов вообще необходимо 910, по-моему, этих снарядов. И я посчитал, что самое простое, если особо там не компоноваться, хотя как не компонуешься, все равно на эту цифру ровную не выходишь. Тебе необходимо купить набор за 90 баксов и необходимо купить набор за 45. Плюс комиссии, плюс туда-сюда и получается где-то в районе 150 долларов за 110 тысяч голды. Ну и, соответственно, получаешь себе танчик. Сам танчик Т-77, ну, пускай 7500 в магазине стоит в голом состоянии, когда его выставляют. Ну, короче, считайте самостоятельно, стоит оно того или нет. Это ваши деньги, вам принимать решение. В отношении недонатной цепочки здесь, ребят, ну, просто чума. Реально чума. Вот смотрите, для того, чтобы забрать Рено Г1, а это пятерка коллекционная, вам необходимо получить 400 вот таких вот флажков. Вы будете получать по 2 флажка за каждую победу, играя на танках от 4 по 10 уровень включительно. Плюс к тому, вы будете получать дополнительно по 2 флажка за каждую победу, в которой получили знак классности второй степени и выше. То есть третья степень даже не учитывается. Я посчитал, чисто ради интереса, вот как будто бы будет игрок играть, который вообще знаков классности получать не будет. И получается, что для того, чтобы забрать Рено Г1, необходимо сделать 200 побед за 10 дней. Это 20 побед в день. 20 побед в день это 40 боев для 50% игрока. 40 боев по 5 минут это 3,5 часа в день. Карл, 3,5 часа для того, чтобы Рено Г1 получить. Я, честно говоря, не совсем понимаю суть этой награды по двум причинам. Первое. Рено Г1 разработчики в свое время в виде подарка раздали всем игрокам в игре. И сам Артур Нонейм говорил по поводу того, что свой Рено Г1 он продаст просто потому, что голда гораздо интересней. И давайте посмотрим, за что его продать можно. Рено Г1, ребят, продается за 250 золота. 250 золота вы получите, играя 3,5 часа каждый день на протяжении 10 дней. От этого, честно говоря, немножко мозг заворачивается. Да и плюс к тому стоит отметить, что если вы обратитесь к новости в отношении самой игры, то здесь, ребят, ну прям совсем диво-дивное. Давайте посмотрим на компенсации. Компенсация за танчики, если они у вас имеются за восьмерки, несмотря на то, что они являются премиумными танками, 3750 золота. Но это касается только донатеров. Итак, повторюсь, за премиумные танки компенсация голдой. При этом за Рено Г1, который является коллекционной машиной, компенсация в серебре 700 тысяч. Ну, во-первых, мне кажется, что здесь должно было быть поменено наоборот, или, по крайней мере, и за то, и за другое. Но, как минимум, за Рено Г1 точно должна была быть компенсация с золотом. Ну и, блин, если у вас Рено Г1 все-таки есть, и вы пройдете эту цепочку, то перед тем, как забирать себе вот этого малыша, продайте своего за 250 золотом, и потом только забирайте танчик. Потому что в обратном случае вы получите себе целых 700 тысяч серебряных монет, что я лично считаю никчемной компенсацией. Что планирую делать я? Я планирую играть на прямых трансляциях, я планирую играть, как обычно, в свободное свое время и проходить бездонатную цепочку. К сожалению, на донатную цепочку финансовые возможности я не имею. Да, и, честно говоря, у меня есть как Титан, так и Т-77, а в отношении ВЗХ свое мнение я уже высказал. Поэтому гоняться за этим билетом для меня лично прямой цели нет абсолютно. 500 голды, почему я говорил, что смехотворно? Потому что, когда вы покупаете на 150 баксов себе 110 тысяч с золотом, то, наверное, 500 золота это как бы ни о чем. Пишите свое мнение в комментариях, я с удовольствием почитаю. В отношении бездонатной цепочки. По бездонатной цепочке здесь, в принципе, интересно и прикольно. Почему так? Сразу на втором уровне забираете себе 20 бустеров на золото. Если вы все 20 боев сольете и будете получать по 10 голды за каждый бустер, то в любом случае 200 золотом вы заберете отсюда. Это однозначно. И это уже лайко с разработчиком сразу с леду, потому что, ну, действительно классная халява. Плюс к тому, здесь на шестом уровне есть мистический контейнер. И с этого мистического контейнера теоретически что-то может упасть. Я не уверен в том, что действительно что-то дропнется. Но, как говорится, почему бы и нет. Здесь есть мистический сертификатик. Есть ловец молнии. Кстати, обратите внимание, что он легендарный, а не обычный. И это действительно очень классно. Почему? Если кто знает, пишите в комментариях. Опять-таки, будет интересно тем ребятам, которые не знают. Будем, скажем так, подначивать наших зрителей. Не только видео смотреть, но и комменты читать. Ну и в отношении голды до 100 тысяч можно отсюда получить. В целом, почему бы и нет. Я лично считаю, что довольно неплохо. И если я правильно обратил внимание, то это мистический контейнер до обновления вот этого. То есть здесь не будет вам талисмана на следующий уровень. То есть это старого образца конт положили. Ну и в целом, на этом все. По большому счету, из ценного и интересного. Бустеры и мистический контейнер. Потеть ли до Рено Г1 определяйтесь самостоятельно. В отношении коллекционных предметов они есть. Если захотите, потом их обменяете. По имеющейся у меня информации, обменивать их можно будет на вот эти вот осколки. Да, или как они там называются. Короче говоря, на фиолетовые или синие. Бриллиантики такие. За которые мы, как правило, можем открывать контейнеры с кастомизацией. Честно, вылетело из головы бок с ним, с названием. Вот так вот, ребят, получается. Вот такое вот игровое событие. И честно говоря, мне кажется, что овчинка выделки не стоит. И разработчики немножко перемудрили с сложностью прохождения. С другой стороны, стоит отметить, что вам в помощь в данном конкретно ивенте пойдет вот этот вот режим столкновения. Который, ну, действительно очень помогает быстро получать победы. Потому что в столкновении бои проходят, как правило, на 35-40% по времени быстрее, нежели обычные катки. Там урезанные карты и бои 5 на 5. Соответственно, все происходит гораздо быстрее, нежели в обычных рандомных боях. Ну что ж, друзья, все высказал. Пишите свое мнение в комментариях. Лайкните за честность и за объективность. И буду благодарен, если на канал подпишетесь. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...